Давай читай. Кромче говори. Ба. Ба. Шестилетняя Эмма читает по слогам. Для девочки с задержкой развития речи это большой успех. Добиться его удалось благодаря занятиям с логопедом в коррекционном детском садике. По специальной программе ребенок занимается 4 дня в неделю. Но все старания могут быть напрасны. Родителям объявили, что садик закрывают. Наверное придется брать дополнительные занятия с логопедом. Минимум 700 рублей за занятие, что ударит по карману. Менять детский сад семье Малошенко уже приходилось. Адаптация к новому месту далась девочке с трудом. Эмма у нас не подпускает к себе незнакомых людей. Логопеду с ней тоже было трудно поначалу заниматься, потому что она не шла к ней одна. В такой же ситуации оказались еще несколько десятков родителей. О закрытии детсада они узнали в середине учебного года. Мамам и папам предложили перевести детей в другой детский сад, где работают по такой же адаптированной программе. Но взрослые уверены, освоить ее до выпускного дети не смогут. Смена педагогического коллектива нанесет психологическую травму. Три с половиной месяца до окончания учебного года. Но педагогу нет времени, ни педагогу, ни детям нашим друг к другу успеть привыкнуть. Педагогу успеть наладить контакт и вложить в наших детей. Весь учебный процесс просто будет обрушен. Однако психологи уверяют, поводов для переживаний нет. Дети во многом ориентируются на реакцию родителей. Если родители в тревоге, в панике, в беспокойстве, то, конечно, ребенок начинает пугаться и замыкаться еще больше. Мы направили запрос в Департамент образования администрации Екатеринбурга. После нашего обращения нас заверили. Сроки реорганизации детского сада перенесут. Состояние объекта и прилегающей территории детского сада не соответствует требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих антитеррористическую защищенность объекта. Планировалось, что реорганизация завершится до 15 марта 2022 года. Но с учетом позиции родителей начальникам Департамента образования администрации Екатеринбурга принято решение о приостановлении процесса реорганизации до лета текущего года. Несмотря на это, прокуратура уже начала проверку. Ксения Короскина, Константин Стенин, Антон Муханов. Новости 4 канала.